В настоящее время, когда идут быстрые процессы изменений в обществе, особенно трудно приходится молодому поколению с его еще не устоявшимся мировоззрением. Ломка общественных связей, неустойчивая экономическая ситуация, плохая компания, непонимание со стороны родителей и многое другое приводит к плачевным последствиям. Подростков тянет на совершение различного рода преступлений. Темой нашего очередного разговора станет уголовная ответственность несовершеннолетних. Смотрите программу «Право знать» на телеканале ОТВ. Формирование личности подростка начинается с самого детства. Существенное воздействие на воспитание оказывает бытовое окружение, средства массовой информации, мнение и суждение сверстников. Подростки, попав в плохую компанию, могут оказаться более податливыми к чуждым влияниям. Почему именно подросток чаще всего попадает в такую сферу, которая является негативной? Вообще это период заканчивания детства. То есть оканчивается детство, начинается новый период, период взросления. Как правило, это возраст 10-11 лет. То есть никогда вы не увидите такой четкой градации. Вот наступил 10-й день рождения, и с этого это человек уже подросток. Есть определенные небольшие переходные периоды. И окончание подросткового периода это 15-16 лет. Под воздействием различных факторов нередко подростки становятся преступниками. Так, например, в первом полугодии 2016 года с участием государственных обвинителей прокуратуры Сахалинской области рассмотрено 109 уголовных дел в отношении 151 подростка. По статистике, чаще всего несовершеннолетние совершают кражи, грабежи и угоны автотранспорта. За все эти действия наступает уголовная ответственность. По общему правилу, уголовная ответственность, и эти правила закреплены в статье 20 Уголовного кодекса Российской Федерации, уголовная ответственность наступает с 16-летнего возраста. Но есть определенные виды преступлений. Они характеризуются повышенной степенью общественной опасности, их распространенностью. И по таким преступлениям уголовная ответственность наступает с 14-летним возрастом. К таким преступлениям относятся убийство, умышленное причинение вреда здоровью, похищение, изнасилование, кражи, грабежи, разбои, вымогательства, угоны и другие. Однако, если несовершеннолетний достиг возраста наступления уголовной ответственности, но отстает в психическом развитии, А значит, не мог во время совершения преступления осознавать фактический характер и общественную опасность своих деяний. Он не подлежит уголовной ответственности. Для решения вопроса назначается комплексная судебно-психиатрическая экспертиза. Какие виды уголовных наказаний предусмотрены за совершение преступлений подростками? Это у нас и штраф, это и исправительная работа, и обязательная работа, и ограничение свободы, и, конечно, самый строгий вид наказания – лишение свободы. Поскольку, безусловно, несовершеннолетние – это особая категория лиц, кто оказывается, к сожалению, у нас в камне подсудимых, законодателям предусмотрены определенные требования и рамки, соответственно, для таких наказаний. Наказание в отношении несовершеннолетних в особой степени должно быть подчинено цели исправления виновных и предупреждения о совершении новых преступлений. При его назначении необходимо учитывать условия жизни и воспитания подростка, уровень психического развития, а также влияние на него старших по возрасту лиц. Так, например, штраф может быть назначен в размере от 1 тысячи рублей до 50. По решению суда его могут взыскать с родителей или законных представителей с их согласия. Обязательные работы назначаются на срок от 40 до 160 часов и заключаются в выполнении действий, посильных для подростка, а также исполняются в свободное от учебы или основной работы время. Продолжительность исполнения данного вида наказания лицами в возрасте до 15 лет не может превышать двух часов в день. Они совершеннолетними от 15 до 16 лет – трех. Исправительные работы назначаются на срок до одного года. Ограничение свободы от двух месяцев до двух лет. А вот максимальный срок наказания в виде лишения свободы не может превышать десяти лет. Кроме того, есть возможность освобождения подростка от уголовной ответственности с применением мер воспитательного воздействия. Его могут направить в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Стоит отметить, что при рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних есть важные особенности. Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего проводится в закрытом судебном заседании. В судебном разбирательстве обязательно участие педагога или психолога при допросе несовершеннолетнего подсудимого в возрасте от 14 до 16 лет. В судебное заседание вызываются законные представители несовершеннолетнего подсудимого, а с учетом обязательности установления условий его жизни и воспитания – представители учебно-воспитательных учреждений или организаций, в которых работал несовершеннолетний. При неявке законного представителя в судебное заседание надлежит выяснить причины и при наличии к тому оснований привлекать к участию в деле в качестве законных представителей других лиц – усыновителей, опекунов или попечителей. Если говорить о преступлениях, в которые несовершеннолетних вовлекают взрослые или они же совершают их в отношении своих детей, такие в Сахалинской области встречаются крайне редко. В основном это, как правило, либо старшие лица, кто на несколько лет постарше несовершеннолетних, либо лица, которые имеют, к сожалению, криминальный опыт, отбывали лишение свободы в исправительных учреждениях. Вот недавно у нас рассматривалось уголовное дело подобного рода, и лица были как раз осуждены судом за совершение преступления, предусмотренного статьей 150 Уголовного кодекса Российской Федерации, за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления организованной преступной группы. Как правило, конечно, опять же повторюсь, эти лица взрослые имеют криминальный опыт, стараются использовать несовершеннолетних. Также распространены случаи попустительства родителями, воспитателями или педагогами, насилию над детьми со стороны третьих лиц. Общественная опасность внутрисемейной агрессии заключается не только в наступлении криминальных последствий, причинении вреда здоровью или смерти человеку. Насильственная преступность разрушает семью как основу общества, наносит огромный ущерб нравственности, оказывает психотравмирующее и деморализующее воздействие на детей. В следствии криминализации семьи происходит рост преступности в целом. Прямая агрессивность родителей по отношению к ребенку перечеркивает саму возможность нормального нравственного формирования личности ребенка. Судебная практика показывает, что не научившись решать бытовые, межличностные, производственные проблемы, взрослые нередко срывают свое недовольство на детях, другие не уделяют внимания своим чадам. Такое отношение к несовершеннолетним порождает беспризорность, безнадзорность, физическое и психическое нездоровье, а порой даже приводит к гибели. Какая же ответственность предусмотрена за жестокое обращение с детьми? Следует отметить, что семейным кодексом устанавливаются права и обязанности родителей воспитывать, заботиться о своих детях и, безусловно, делать это так, чтобы не причинять вред их духовному, нравственному развитию, исключать приближительные отношения, жестокое обращение, ну и не эксплуатировать детей. Если мы с вами скажем о уголовных правилах, которые предусмотрены уголовным законом, то прежде всего это статья 156 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая как раз устанавливает уголовную ответственность за недлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Подростковый возраст довольно непрост. Зарождение социального человека с правильной позицией закладывается именно в семье. Что же делать родителям, чтобы подростковый возраст у их детей прошел спокойно и без последствий? Нужно понимать, что этот период достаточно короткий. То есть из жизни, да, это 4-5, там, 3 года. Вот такого самого критического положения может быть, да. То есть нужно направить все усилия на то, чтобы, может быть, в какой-то степени и переделывать самих себя. То есть подстраиваться под подростка, принимать его позицию. Говорить чаще о том, что ты взрослый, ты понимаешь эту ситуацию. Если ситуация зашла для родителей или для подростков в тупик, например, родителю не нравится ситуация, когда подросток общается вот с той группой ребят, да. Родитель не должен говорить, ах, такой-сякой запрещаю. Потому что мы знаем, что с запретами никогда ничего не добьется. Он просто хлопнет дверь и уйдет. Родителям необходимо позволить своему ребенку следовать собственным решениям, но при этом давать советы. К чаду нужно относиться с уважением и подавать пример достойного поведения. Ни в коем случае не показывать свои негативные эмоции. Именно семья является обязательным условием нормального развития ребенка, его становлением как личности и гражданина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова